Сегодня я кожу утром мазала кремом от Багздрав. Такой как бы небольшой влог тебе, зритель. Темно сейчас будет немножко. И мне понравился выдавливаться отлично. Вот он у нас этот кремик. Выдавливается отлично, такой желтоватый по цвету. Как ты видел в начале видео на распаковке. Быстро впитывается, кожа очень нежная, классная. Я вот сегодня на морозе была. И обычно она какая-то, ну, все равно слегка от какого-то увлажнения, ухода. А вот после утреннего применения крема никаких эффектов таких негативных после похода на улицу нет. Кожа мягкая, классная. Мне он очень понравился. Но я еще парочку деньков его протыщу также. И, соответственно, потом скажу уже полное мнение тебе. Так что жди продолжения. Ну, а молочко мне очень понравилось. Чисто даже вот реально по первому применению. Кожа губ нежная была, никакого дискомфорта не было, никаких вот непонятных ощущений. Иногда бывает после какого-нибудь средства для снятия макияжа, даже после пинки какой-то по умывалке. Если я губы смываю или чисто молочко, использую те же сливки какие-нибудь. И все равно какой-то привкус, неприятные ощущения, если хочется после этого губы еще просто водой помыть. А вот здесь такого нет дискомфорта. Мне очень понравилось. Я вот тебе сразу это советую. Оно того стоит и довольно экономичное. И ссылочка в инфобоксе будет на всю продукцию, которая в этом видео есть. И, соответственно, ты при случае можешь заказать себе это молочко. Но, тем более, по скидке в 10% по моему промокоду АВИАФОРЭВЕР тебе это будет даже выгоднее. Как я поняла, углический сыр даже... Я думаю, крем не пройдет будет, оставим руки, слегка помажу. У меня тут тоже сухие костяшки. Так вот, углический сыр внезапно продается в Москве. Как мне сказала одна подписчица в чате, в Тереге. Я думаю, что, возможно, и молоко там же продается. Оно качественно. Мне нравится делать на этом молоке. Ну и вот есть вариация супер жирного молока от 3,5 до 4 вроде процентов. Когда как попадется. В этот раз 3,9. Мне первый раз вообще такое попадается. И очень плотные кефирчики выходят, и хорошие. Ну вот, я этот раз делаю тоже. По-быстрому, я считаю, этот вариант, когда за 5 часов йогурт уже готов. И доведу до кипения. Остужу. А потом с удовольствием покушаю то, что получится. Ну и результат тебе тоже, конечно, запишу. Да, тряпочка от Greenway до снятия макияжа используется как тряпочка для протирания очков. С этим она справляется очень даже хорошо. Ну что, продолжим наш обзор. Ну что, зрители, я снова тут. У меня тут кастрюлька. Я ее перед этим обдала кипяточком и подсушила. Ну, в смысле использовать ее. Она у нас рассчитана только на литр, но в принципе больше и не надо. Учитывая, что моя йогуртница всего лишь на полтора литра, а заполняемость максимальная литр двести. Бифидоплюс. Бифидоплюс я уже использовала в предыдущих своих обзорах Багздрав и сотрудничестве с ними. И в принципе я уже его как бы помню, знаю, люблю. Сейчас я скипячу молочко, а потом остужу его, ну, подожду, когда оно остынет до нужной температуры. И запишу тебе процесс уже. Ну, пока оно тут греется, я достану свою йогуртницу, приведу ее в порядок. Ну, и после покажу тебе уже продолжение. Ох, зрители, если у тебя есть кошка, то надо следить и за кошкой, и за тем, что она творит, и за молоком. Точнее так, молоко слегка убежало. Ну, вот оно уже скипело, я сейчас буду ждать, когда оно дойдет до нужной консистенции. До нужной, скажем так, температуры, а пока буду делать другие дела. Опускается температура, как раз нужная температура. Я подготовила емкость у меня, их две. И сейчас перелью, добавлю и размешаю. Вот я как бы начала уже мешать, но взяла в другой рукой камеру. И так тщательно мешаю в течение двух минут, третий, чтобы все хорошенько размешалось. А после уже можно будет убрать в йогуртницу. Если, допустим, у тебя есть, вот смотри, подобный горшочек, как у меня, вот здесь. Это горшочек от медленоварки. Первый раз я делала йогурт, кисломолочный продукт вообще, от Багзрав, в медленоварке. И есть отдельное видео. Ссылку я оставлю в описании. Ты, если захочешь, можешь посмотреть, как я делала медленоварки и сделать сам. Также можно, в принципе, сделать еще и без какой-либо техники. Это тоже есть у меня на канале, в плейлисте, посвященном Багзрав. Ссылку на плейлист оставлю в самом видео, ну и также в описании. В принципе, в самом плейлисте много всего интересного и полезного. Я думаю, ты что-то для себя найдешь. Можешь подобрать себе нужный вариант приготовления кисломолочного продукта. В йогуртнице, в медленоварке, если она есть, без какой-либо техники, например. Сейчас у меня где-то, даже точно узнаем. Без пяти час, и вот через пять часов, около шести, я проверю его. Если он будет готов, то уберу в холодильник. А если нет, ну, значит, через шесть. Обычно за пять-шесть часов, при нужной температуре, кисломолочный продукт изготавливается, приготавливается, доходит до готовности вот в этой йогуртнице. Покрою сейчас обратно. Так, наверное, одной рукой не получится достать. Если только вот эти... Да, одной рукой не получится достать, сейчас я ее достану, уберу в холодильник. Ну и после засниму уже спустя там пару часов. Я как раз уйду в одно место. Ну и думаю, пройдет примерно столько же времени, сколько нужно минимально для кошка. Не надо тут лазать, для того, чтобы кефирчик, кисломолочный продукт, на материнской закваске, бакздрав, бифидоплюс, стал нормальной консистенцией. Я напомню тебе, зритель, я случайно выпила почти литр. Это говорит о том, что это очень вкусные кисломолочные продукты на заквасках бакздрав. А если делать вот реально как на материнской, еще пару раз можно использовать, то, в принципе, тебе вот этой вот коробочке в пять штучек надолго хватит. Ну и это... Выгодно, вкусно, качественно. Ну и это...